Середина недели. Сегодня значит традиционное время для рубрики «Культурная среда» с Ольгой Сомкиной. Оля, здравствуй. Чем порадуешь сегодня? Павел, приветствую. Сегодня я расскажу о присутствии Японии в культурной среде нашего края. Ведь 2018 объявлен годом Японии. Главная задача для нас – открыть Японию, которую мы не знаем. И уже в ближайшие дни будет представлена целая серия событий. Так, 17 мая в музейном центре в ГОЭС откроется выставка «Современная нецки» – японская миниатюрная скульптура из дерева. Уже привезли работы 42 нацукэсси. Это художники и резчики, ныне живущие в Японии. Их работы – это образы героев, традиционных легенд, фольклорных персонажей, богов, духов, людей, растений и животных. Все они выполнены из разных пород дерева, материала традиционно любимого японскими резчиками. Для изготовления миниатюрных фигурок мастера использовали древесину самшита, хурмы, сандалового дерева, черного дерева, сливы, вишни, сакуры и еще многих других. Особую выразительность предметам добавляют декоративные детали из янтаря, малахита, золота, серебра и меди. В эти же дни во Владивостоке выступит Юдай Фуко, премьер национального балета Японии, призер международного конкурса артистов балета Варни. На Приморскую сцену Мариинского театра блестящий танцор выйдет в главных партиях в балетах Адана, Корсар и Жизель. 18 мая в картины галереи выставка гравюр Мияма Хираки, образе Гензи Манагатари. Это художественный отклик на знаменитый одноименный роман. Это произведение считается величайшим творением японской и мировой классической литературы и чуть ли не первым романом в истории. В повести о Гензи рассказывается о реалиях японского средневековья, а также раскрываются характеры людей того времени. В экспозиции представлено 55 гравюр, каждая из которых посвящена одной из глав произведения. Графические образы художника раскрывают дополнительные смысловые грани текста. Впереди нас ждет поэтический марафон «Цветы, светы японской поэзии». По случаю светения сакуры, который, как известно, считается символом Японии, пройдет целая серия событий. Нам покажут искусство экибаны, каллиграфии, кимоно-шоу. А 26 мая будем знакомиться с ракуго. Это искусство комического устного рассказа. Что-то вроде нашего анекдота, только на японский лад. Искусство традиционное. Его историю насчитывает более 400 лет, но оно до сих пор пользуется в Японии огромной популярностью. Поскольку ракуго исполняется на японском языке, в большинстве стран за пределами Японии о нем ничего не известно. И вот теперь мы сможем, наконец, понять, над чем японцы любят посмеяться. Впрочем, всего, что подготовило японское консульство в области культуры, не перечислишь. Нужно следить за афишами. Вот такая культурная среда. С вами была Ольга Сонкина. Сайонара. До свидания.